Добрый вечер! В эфире ТОП Латгалия на телеканале ЛРТ Плюс и я его ведущий Александр Ильин. Сегодня у нас в студии гость Марис Чачка, заместитель руководителя арт-центра имени Марка Ротко-Далговки. Марис, здравствуйте! Здравствуйте! В начале новости. Министерство образования и науки установило новые критерии для вузов, в результате чего Дагоповский университет может лишиться своего статуса. В будущем учебное заведение может оказаться в категории высшей школы. Смена названия негативно отразится не только на снижении статуса Дагоповского университета, но и повлечет за собой уменьшение возможностей вуза участвовать в различного рода финансируемых проектах. Об этом ранее сообщила ректор Дагоповского университета Эрена Кокина. Самоуправление Дагоповса также отрицательно оценивает предложение Министерства образования. Я думаю, что это было бы плохое решение. Последствия для системы высшего образования здесь в Дагоповсе и в целом в Ларгале будут отрицательные. Учебное заведение, которое дает высшее образование и университет, все-таки это есть большая разница. Сегодня, когда мы вместе с университетом начинаем новые проекты по привлечению европейских средств, конечно, без статуса университета получать успешную реализацию таких проектов будет затруднено. Да и перспектива самого университета без научной работы немножко остается в стороне. Янис Лачплесис подчеркнул, что было бы неправильно концентрировать научную деятельность только в столице. Да, может быть, наверное, с этим соглашаются, по крайней мере, в кулуарных разговорах практически все, что столько высших учебных заведений, как их появилось в Латвии за последние пару десятков лет, ну, нереально, что какая-то централизация, укрепление надо. Но Долгопиловский университет – это самое крупное региональное учебное заведение, да, и думаю, что оставить его за чертой возможности работать, заниматься наукой будет неправильно. Напомним, согласно предлагаемым критериям, по меньшей мере, 65% академического персонала должны иметь степень доктора, а количество обучающихся лиц должно быть не менее 4000. Кроме этого, в университете должно учиться как минимум 15% студентов-иностранцев. На данный момент в Долгопилском университете учится примерно 2200 студентов. Ранее мы уже сообщали о том, что сотрудники Строительного бюро Государственного контроля осмотрели новый путепровод Смилшу Смилтона-Смалу и констатировали целый ряд нарушений, в том числе и в работе авторского и строительного надзора. На какие конкретно недочеты указали проверяющие с этим вопросом на очередной пресс-конференции, мы обратились к вице-мэру Долгопилской городской думы Игорю Прилатову. В большей своей степени отчет, который получил самоуправление ОКБ, связан с корректным оформлением документации на сдачу и объекта в эксплуатацию, необходимо получить дополнительный адзин от государственных организаций, упорядочить документацию, дополнить ее как со строительной стороны, так и чтобы авторский и технический надзор корректно отформил всю документацию. На данный момент данный акт от БВКБ получили все заинтересованные лица, которые принимали участие в ходе строительства данного путепровода, и мы планируем, что до 1 февраля мы получим все изменения и дополнения по акту БВКБ, после чего вся обобщенная информация будет отоскана в БВКБ. Следует отметить, что на сегодняшний день генеральный подрядчик многомиллионного проекта не может предоставить документацию на часть используемых строительных материалов. Речь идет о материалах, которые поставлялись из-за рубежа, которые необходимы на декларации, подтверждающие бумаги, происхождение и технических параметров данных материалов. Мы сейчас направили, согласно тому акту, мы всю дополнительную информацию переслали также в ТАП ПАТРА, то есть, чтобы уточнить, какие необходимы документации и какие документы именно с рубежного материала производства необходимы переводы или дополнительные информации. Напомним, на исправление всех недочетов отведено время до 7 февраля. Если работа над ошибками будет проведена успешно, то уже в следующем месяце новый путепровод будет сдан в эксплуатацию. Индивидуальные счетчики, определяющие, какой объем воды потребляется в каждой квартире, установлены практически во всех многоэтажках, находящихся на обслуживании ПЖКХ. Исходя из данных, которые каждый месяц владельцы собственности предоставляют управляющему и начисляется сумма оплаты за полученную услугу. И все бы хорошо, но зачастую показатели квартирных счетчиков не совпадают с домовым водомером. В ноябре 2019 года правительство утвердило новые поправки в правилах Кабинета министров 2013. Какова теперь методика расчета оплаты за неучтенку? Вариантов несколько. Если ранее, последних 6 лет, неучтенная вода начиналась на количество квартир в доме в равных долях, то сейчас правила позволяют собственникам квартир сделать решение и выбрать определенную методику. По-прежнему в равных долях, пропорционально потреблению, как было до 2013 года, пропорционально среднему потреблению за 3 месяца, на количество декларированных персон в квартирах, или пропорционально мыслимым долям, то есть площади квартир. До момента, пока дом не выберет методику начисления, решение принимает управляющая компания. ПЖХ выберет ныне действующий вариант в равных долях. Какую из этих моделей выбрать, должны решить собственники квартиры на общем собрании дома. Следует отметить, что в ныне действующих правилах также определены и квартиры, на которые в первую очередь будет распределяться неучтенная вода. Так в зону риска попадают те, кто не является ответственным и добросовестным хозяином. Это те квартиры, кто не сдает 3 месяца подряд показания, как минимум 3 месяца. Кто не установил или вовремя не поменял счетчики. Если установили счетчики с нарушениями нормативных актов, если повторно не позволили проверить счетчики, но при условии, что их письменно предупредили за неделю, то надо дважды не отреагировать и не пустить контролеров проверить счетчики. Либо во время проверки обнаружилось, что нет пломбы, пломба повреждена, либо на счетчик оказывано механическое воздействие. С 2019 года ПЖКХ начал устанавливать на счетчиках пломбы нового образца с маркировкой предприятия. Кроме этого, производится и фотофиксация выполненных работ. Новые изменения в правилах определяет потолок при начислении оплаты за неучтенку. В ДАГУ пылся в домах, где обеспечивается подача холодной и горячей воды – это 7,5 кубов на квартиру, а в домах, где подается только холодная вода – 4,5 куба. ПЖКХ делает все от себя зависящее, чтобы жильцы не попали в категорию штрафников. Уже с прошлого года в информационном поле счетов ПЖКХ сообщает своим клиентам о том, когда им нужно поменять счетчики, а также о том, что сроки верификации истекли, и другую важную информацию. Обращаем ваше внимание еще на одно изменение в правилах 1013. Речь идет о начислении оплаты за вывоз бытовых отходов. В частности, если в квартире никто не задекларировано, то теперь за вывоз мусора все равно придется заплатить из расчета на одну персону. Традиционно в феврале в Латвии проводится день сенее. Это время, когда школьники могут лично понаблюдать за работой специалистов той или иной профессии, которая их интересует. В этом году День теней состоится 12 февраля. Регистрация участников на портале nudena.lv уже началась. И заявить о своем участии в этой акции школьники смогут включительно до 7 февраля. А фирмы, предприятия, государственные и муниципальные учреждения – до 30 января. Мы приглашаем всех предпринимателей учреждений, чтобы выставляли свои вакансии на портале www.nudena.lv, так как это для наших горожан, учеников очень важно, актуально, чтобы они смогли выбрать свою будущую профессию. К слову, в последние годы наиболее популярными среди учащихся являются профессии, связанные с IT-технологиями и медициной. День теней – это всемирно известная учебная программа, цель которой – познакомить школьников с различными профессиями и помочь им сделать непростой выбор. С каждым годом все больше растет популярность Центра арт-искусства им. Арт-Городко. И мы хотим узнать у вас, какие планы вообще на развитие, что еще хочется и что необходимо уже включать в состав Центра, чтобы он стал еще более интересен и более функционален. Ну, конечно, мы прожили, проработали уже более шесть лет. Для меня лично уже начался седьмой лет в сценах арт-центра Минемарко Родко. Но, конечно, работая над нынешним выставочным проектом, мы работаем вперед два года, думая и составляя программу, и уже контактируя с кураторами и художниками, которые выставочные проекты будут, возможно, увидеться в наших сценах. Конечно, основная наша функция – мы работаем над выставками, но дополнительный аспект, который важен для нашего региона и региона не только в Латгалии, но и в Восточной Европе, конечно, чтобы искусство было доступно, чтобы было не только выставки, но чтобы была возможность с художником приехать в наших сценах работать и свое творчество показать. Также это перформансы, это музыкальные вечера, это многогранные смешанные публичные мероприятия, которые выходят, которых курируют наши сотрудники и наши партнеры сотрудничества не только в Латвии, но и за рубежом. Конечно, говоря об этом году творческом, также и о следующих, надо отметить, что мы всегда смотрим вперед, потому что также в искусстве, как в экономике, как в жизни все меняется, особенно это меняется в сфере коммуникации, интернета и разных новых планшетов, айфонов, но также и в искусстве есть много чего, которым мы учимся, стараясь тоже посещать международные мессы, которые выставляются в мире, чтобы получить также в них новые контакты художников и кураторов. Также мы стараемся те идеи, которые видим в мировых музеях, внедрить в наши стены, наши выставочные проекты, но и все время мы открыты к новому, чтобы каждый раз, когда посетитель к нам приходит, чтобы увидел что-то другое, начиная с того, что всегда стены у нас другого цвета, но это, конечно, не специально, потому что мы бы хотели стены перекрасить, но чтобы это была каждый раз другая сценография, и чтобы каждый проект в наших стенах выглядел не как предыдущий, и чтобы это было уникально для Латвии, потому что в Латвии мы не повторяем, латвийские проекты мы не повторяем у себя, чтобы не было так, что мы кому-то публику хотели бы отобрать, или также будет меньше интерес, если мы будем что-то брать уже готовое. Ну вот, смотрите, у нас возрастная категория гостей, она достаточно обширна, и последние пару лет я все больше лично вижу, что посещает центр детей все больше и больше и больше. То есть, что детям нравится внутри центра Рудко? Для детям мы делаем еще, помимо осмотра выставки, еще специальную программу обучения, которая и может быть как игра для младших детей, которые идут с детского сада или первые классы школы, это возможность себя представить как художника, мы даем им краски, мы даем кисти, мы даем карандаши, и помощью нашего педагога они занимаются после того, что они увидели, или занимаются после того, как они почувствовали одно или другое произведение искусства наших стенок. Для старших детей, конечно, мы тоже открыты, и мы уже более осознанно предлагаем программу, которая идет тоже в рамках государственной программы, «Скола Суома», где уже в течение полтора часа можно освоить какие-то основы, какой-то конкретной техники в искусстве, медиа, искусства, и также себя почувствовать, как было бы, если я смог бы стать художником, не обязательно как Марком Ротко, но чему-то стремится. Сама атмосфера, когда они туда попадают, то, конечно, у них появляется это чувство, что они наполняются этим творчеством, и, наверное, какие-то потенциалы растут сразу на глазах. Да, и это дает такой обширный культурный контекст для создания личности, который немаловажен, чтобы они через среду, в которой они живут, внедрились в общество и понимали о том, что в мире есть разное, что в мире есть визуальное искусство, что есть музыка, чтобы они отличали и знали, что есть что. Буквально через мгновение мы с вами поговорим более детально о планах на текущий год, то есть, что мы сможем увидеть на стенах и какие экспозиции будут представлены в центре. Хочется поговорить о планах, уже о том, что утверждено и принято, то есть, что в этом сезоне будет представлено в центре Ротко, то есть, какие работы, чье творчество мы сможем увидеть. Это уже есть, я знаю, традиционные мероприятия, но есть и те, кто стоял в очереди еще в прошлом, позапрошлом году, желая представить свое творчество на обозрение. Уникальный этот сезон, что мы показываем выставочные проекты разных пять других стран и также как шестая страна нашей Латвии. И особенно хочется внимания обратиться на классика графики литовского художника Ромас Весулас, которая ретроспективная выставка будет представлена, показывая его самые основные художественные произведения, которые выполнены как в литографии, так во форте. И Конгриве — это действительно уникальная личность, он был в ссылке, он жил в основной свою творческую жизнь в Нью-Йорке, он не был признанным в Литве, но теперь он возвратился, и его работы в контексте общего развития графического искусства в мире. С его работами, если сравнивать, он один из тех, который создавал в свое время графический почерк, показывая современность и показывая новые течения после реалистического, более к абстрактному. Второй графический проект, который тоже ярко составляется с Литвой, но показывая нынешние течения, сегодняшние, можно сказать, объединяет литовских графиков и эстонских, и тема проекта «Человек и время», говоря о этих двух категориях, которые переплетаются всегда, не только в графике, но и в жизни целом. Это молодая кураторша, латвийский график Лейна Бондаре курирует этим проектом, и действительно это покажет рядом с корифеем графики Рома Свесулас, новое поколение и новое видение как продолжение этого медиа. Из международных проектов хотелось бы отметить выставочный проект бельгийского художника Марка Ренаара. Он живописец, но его живопись очень графична, доминирует очень много полей и линий, что уникально, что он свои линии и поля делает очень яркими, даже луминистирующими, и я думаю, что многим зрителям, посетителям арт-центра это будет что-то немножко другое. То есть это на уровне этого света освещение это будет давать дополнительные какие-то ощущения и контрасты? Даже мы не будем использовать синий свет. Краска, которую художник использует, она сама по себе уже такая люминесцентная, которая даже простой, белой, профессиональной, конечно, выставочным освещением дает тот результат, который нужен, чтобы увидеть эту яркость, которая более ярче выглядит, чем, как мы обычно понимаем, как выглядит цвет. Вот смотрите, мы как раз еще через пару минут с вами пообщаемся на тему, что центр Ротко это не только теперь выставочные работы, это не только теперь представление чьих-то коллекций, но это и большая научная и образовательная деятельность. Об этом мы хотим с вами тоже чуть позже пообщаться. Морис, центр Марка Ротко это не только выставочный центр, но это и место, где люди собираются, делятся своими знаниями, проходят симпозиумы, мастер-классы, пленеры, и это оживляет и еще более людей сближает, именно людей творчества. То есть вот за это время мы наблюдали очень много мероприятий, связанных с образованием. И когда люди искусства открыто и показывали свое творчество и на улице, и внутри, и делились деталями, как более качественно развивать и улучшать эту структуру. То есть вот это наполнение жизнью, то есть вот атмосфера науки в центре Ротко, то есть что с этим связано? Ну, даже когда составлялась концепция Ротко-центра, это было в 2002 году, конечно, одной из основ стратегии было задумано, что нужно, чтобы организм, центр, чтобы он был живой. И, конечно, живость центра нельзя создавать с только выставочными проектами, потому что это все-таки плоская или трехдименсионно выставленная работа, и этим можно было бы как будто завершить, и все. Сам Ротко при жизни он хотел, чтобы в любом месте, где его работы хранятся, чтобы это было живое, динамичное и развивающее среду общую. И, конечно, это мы стараемся делать своими активностями. Конечно, это международные симпозиумы, это пять, каждый год проходят в разных медиах искусства. Самый первый в этом году будет уже девятый международный симпозиум Латгальской графики, потом будет следовать новый второй международный симпозиум посвящен Силве Линнарте, второй год подряд это только мероприятие будет, потом уже будет восьмой международный симпозиум керамического искусства, в этом году симпозиум фотографий, который время от времени меняется, это только третий раз подряд будет в наших сценах проводиться, ну и традиционно, конечно, международный симпозиум живописи имени Марка Ротко, он уже в наших стенах будет проходиться седьмой раз, но в целом это уже 16-й международный симпозиум, самый древний, можно сказать, хотя, ну, не так и много лет, но это была самая первая основа, которую наше Дагопилское самоуправление сделало как правильный шаг в 2004 году, привлекая к городу международных художников, чтобы они вдохновлялись средой, где художник родился и жил первые свои 10 лет, вдохновляясь уникальной природой, закатами на реке Даугава, также уникальными, открытыми ладгальскими людьми, и это доказало и доказывает до сих пор международные художники с разных стран мира, когда к нам приезжают, они говорят, что здесь уникально, мы, конечно, это знаем. Атмосферно, да? Все едут в Даугав, плюс не зная куда, но когда они сюда попадают, в эту среду, они возвращаются, они возвращаются, и я уже тоже на протяжении нескольких лет вижу одних и тех же людей, которые традиционно посещают эти мероприятия, но и приятен тот факт также, что все, что там происходит, оно расходится вот этими волнами и наполняет как бы мир искусства региона и Латвии в целом. То есть это мы видим, что люди делятся знаниями. Да, это очень важно, потому что по многим аспектам очень важно. Первое, что художник приезжает, они знакомятся с другими художниками, некоторых они не знали до того, но бывают такие случаи, что они через какого-то большого довольно промежутка вдруг встретили какого-то художника, с кем они перекликались где-то в другой стороне мира на каком-то выставочном проекте. Но в любом случае это две недели, которые художники здесь творят, общаются с местными художниками, едут, увидят нашу латгальскую, наш латгальский пейзаж, видят наше искусство и традиции, конечно, они это увозят к себе, и, естественно, каждый человек делится тем, что он почувствовал, и, конечно, делится не только в семье, но делится и с профессионалами, которые могут быть следующими нашими художниками, которые следуют теми проектами, которые мы создаем, и делает диалог все шире и шире. На самом деле, да, очень приятно, что сейчас мы развиваемся, и это развитие не ограничено, но нам хочется пожелать вам и Центру Ротка дальше дарить нам радость искусства, наполнять Даугов Пилосилатов интересными событиями, и так как год только еще начался, то еще раз вам сказать, что все впереди, и мы только всегда рады. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, поделились всей этой информацией, а телезрителям желаем продолжать следить за событиями и новостями на телеканале ЛРТ+. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова